Здравствуй, дорогой зритель! Это Вятка Тудэй, как новости только душевнее. В студии Роман Корнеев. Вот что сегодня мы для вас приготовили смотреть внимательно. Самые необычные сегодняшние кировские новости. Не расслабляться. Блин, да чё ты будешь делать? Подумали водители и вернули себе привычное выражение лица. Как сохраняется кировское архитектурное наследие? Дом признан памятником архитектуры, но администрация города не хочет его сносить по этому поводу. И ремонтировать его тоже, как получается, не хочет. Добряк ищет семью. Он парень большой, достаточно серьезный. Куда отправиться в выходные? Эта музыка несет некий дар исцеления. О! Душу лечит? Или только... Я думаю, душу лечит. Это идеальная музыка для разведенок. И как ветераны отмечают свой 32-й день рождения. Доброй и щедрой, прекрасной души. Ну а начнем с сегодняшних кировских новостей. Они очень своеобразные. И поэтому вот. Первый заголовок. Водители кировских троллейбусов и автобусов призвали не расслабляться. Блин, да чё ты будешь делать? Подумали водители и вернули себе привычное выражение лица. Ну а далее рифмованный информационный заголовок. Кировчанин хотел провести вечер с Дианой, но получил по лицу от цыгана. А вот если бы выбрал Евгения, то получил бы приятное впечатление. Двигаемся далее. Нововятичи активнее всех присылают заявки на благоустройство площади Опарина. Так, комментарный филейка, я чё тут не понял. Мало того, что не активно присылаем заявки на благоустройство площади Опарина, так у вас ещё и площади такой нет. Следующая новость. К озеленению города подключат пенсионеров, студентов и Валенчука. Мне кажется, каждый раз после такой новости Олег Валенчук делает так. Ну чё такое-то, а? Ну сколько можно это? Чё я вам такого сделал? А почему я опять? Ну и наконец. В детской филармонии открылась ярмарка, на которой нельзя ничего купить. Поясню для чего. Дело в том, что это длительный и сложный процесс подготовки детей к реальной жизни. Чтобы потом они не удивлялись дорогам, по которым нельзя ездить, прожиточному минимуму, на которой нельзя прожить, и, наконец, выборам, на которых... Ух! Интрига! Сегодня в нашу редакцию обратилась Кировчанка, которая проживает по улице Свободы в доме номер 77А. И по её словам, этот дом внесён в список архитектурного наследия города. Оксана Стяшкина решила съездить и посмотреть, как же выглядит архитектурное наследие. И сохраняется ли вообще? Спойлер. Нет, не сохраняется и ещё как. Мы сейчас находимся в самом центре города, на улице Свободы, 77А. Если вы ещё до этого момента не знали, как должен выглядеть памятник архитектуры, то сейчас мы вам всё расскажем и покажем. Вот он. Начнём с главного, со статуса этого дома. Дом признан памятником архитектуры, но администрация города не хочет его сносить по этому поводу, и ремонтировать его тоже, как получается, не хочет. Вместе с жительницей этого дома, Анной, мы начнём обзор с фасада. Ну вот, как видите, тут уже штукатурка вся обсыпалась. Дом сам деревянный, то есть он чём-то обшит просто снаружи. То есть двери тоже все уже взломаны. Окна, они везде, стёкла есть. Это ещё с этой стороны ещё более-менее вид. С другой стороны там вообще уже что попало происходит. Тут экскурсию с другой стороны дома продолжила мама Анны. Вот видите, первый этаж. Вот смотрите. Вот как тут можно жить? Платёж 8 тысяч в месяц. За две комнаты вот в этом доме. Это что, как будто в пентхаузе живём, да? Теперь самое время пройти внутрь дома. Женщина провела нас сначала на кухню. Вот, то есть только горячая вода. Холодная вода. Вот, то есть мы включаем. Да. Там, видимо, подвали гнезды трубы. То есть вода только горячая? Да, горячая. 12 дней. Вы как-то остужаете, да? Да, вот мы наливаем вот сюда вот в это ведро воду. Она здесь остужается, и потом уже можно посуду. Мы начали помыться или что-то умыться. Ну, а теперь переместимся в ванную комнату. Холодную ванную. Отопления нету вообще. То есть как душ ходить или что-то. Холодная батарея. Вот. А как думаете, отопления нет? Не было его с ноября месяца. Мы звоним, и никто не приходит, ничего не делает. Обещают, что придём, придём, придём. Никто не приходит. Но и на этом ещё не всё. Самое время пройти в коридор. Это, собственно, первый этаж, вы можете посмотреть. Ну, это потому, что, видите, уже какие-то просто завалы. Я говорю, нежилой дом-то уже почти. Поэтому это выглядит, как заброшенный дом уже. А вот так выглядит уборная в доме архитектурного наследия. Там, как бы, вообще унитаз не работает. То есть здесь даже цвета нету. Чтобы смыть унитаз, нужно набирать воду на кухню, чтобы из ведра, чтобы сюда смыть. И пацаны-крысы тоже бегают, шныряют здесь. И, конечно, если дом несёт в себе историческую ценность, здесь, похоже, решили, что отопление жильцам ни к чему. Вы потрогайте, насколько у нас греют батареи. Чуть-чуть. Чуть-чуть совсем. То есть если бы не обогреватели, то мы бы здесь просто замёрзли. Здесь была бы минусовая температура. И куда только не ходили жильцы, куда только не обращались, но не управляющая компания МОП ЦКС, ни администрация, ни какого внимания на их проблемы не обращает. Вроде как бы признали памятником архитектуры дом, и на этом всё закончилось. То есть сносить его не будут по этому поводу, и ремонтировать тоже никто не хочет. Вот такое лицо памятника архитектуры. А если у вас появилось желание своими глазами увидеть памятник архитектуры, приходите на улицу Свободы, 77А. Оксана Стяжкина, специально для программы «Вятка Тудей». Ну а сейчас краткое содержание всего кировского интернета буквально за минуту. Фотографии немного, зато какие. Если вы уже не знаете, чем удивить своего ребёнка, если он уже не радуется ни аниматором, ни новому конструктору Лего, просто отведите его на театральную площадь. Ведь там есть прокат ледяцажа и ватрунок. Филологическая полиция уже выехала. Многие из нас сами замечали, что в нашем городе летом можно на улицах встретить пару-тройку автомобилей-кабриолетов. И всем всегда было интересно, как люди на этих машинах ездят зимой. Друзья, секрет открыт, загадка разгадана. Ну и наконец, в предыдущую ночь любознательные и малоспящие кировчане могли увидеть событие, которое происходит раз в 150 лет. Лунное затмение, а также краснолуние. Я понимаю, что мы с вами спали, зато, слава богу, есть фоточки. Полюбуйтесь. Это была рубрика соцобзора. Фотографируйте, укладывайте, мы показываем. Ну а теперь, мой дорогой телевизионный путешественник, мы с тобой прогуляемся дорогою добра. И ведет нас сегодня в рубрику «Пристроим вместе». Знакомьтесь, этого крепкого парня зовут Грей. Он скитался по улице долгое время. Волонтеры заметили пса и забрали его в приют. Грей будет отличным охранником, поэтому его лучше брать в частный дом. Ему года 3-4, он парень большой, достаточно серьезный, поэтому лучше без других животных. С ним лучше заниматься, чтобы был у нас воспитанный, воспитанный пес. Если вы хотите стать любящим хозяином для Грея, звоните по номеру 8-953-945-55-47. Мы без подготовки. Оксана, ты готовилась в последние 3,5 года? Вот, наконец, настал тот момент, когда ты можешь все свои навыки телевизионного журналиста использовать. Показать себя. Это рубрика «Выбор-редакция». Сегодня мы с Оксаной предлагаем вам, дорогие зрители, сходить на мероприятия, которые состоятся в эти выходные в нашем городе. Итак, в нашем городе состоится концерт в клубе «Конструктор практик» 3 февраля лидера группы «Обе-рек» Дениса Михайлова. В его музыке, в этом голосе, в этой улыбке, в текстах его песен, в этой ауре тепла и доброты растворяется и забывается все ненужное и второстепенное, оставляя главное для каждого свое и для всех общее. Эта музыка несет некий дар исцеления. О! Душу лечит? Или только... Я думаю, душу лечит. Это идеальная музыка для разведенок. И для тех, у кого не сложилось. И для тех до сих пор. Если вам 26 и у вас пока вообще никак... Как Оксана себе возраст 30-ки-то уронила? Да, не говори такое. И так у меня шансов уже меньше становится с каждым годом. Он симпатичный? Длинноволосный. Покажи. Для, смотри какой. Нет, он не в моем вкусе. Прости. Если он не в твоем вкусе, тогда я боюсь предположить, кто же в твоем. Ра-а-а! Оксана, в Кирове на производственной улице, дом 24 В, отмечу, есть такое место, которое называется «Атмосфера». И там состоится поэтический турнир «Табуретка». Я слышала, меня уже приглашали. Мне там рассказали, что там будут стихи читать и даже с матом. В смысле, тебя приглашали читать стихи? Нет, меня просто пригласили снимать. Я ведь могу воспользоваться в служебном положении, не откажут. Снимать. Да, ты можешь снимать, пользуясь на цифровом положении. И вот у Оксаны начала немножечко наложиваться жизнь. Концерт «Локдога» еще в Кирове состоится. Ты знаешь, что такое «Локдога»? Я слышала, я слышала, но песни... У него, между прочим, 7 альбомов уже вышло. Паранойя, всем до свидания, апокалипсис, прилетел, дисконнект, себе не ври, крылья. А есть фотка его? Да, есть фотка. Давай будем внешне определять, пойду или нет. Давай, «Локдог». В твоем вкусе? Ну, уже получше, чем тот. Мне нравится накачанный. Ну, он не показывает, он не красавчик, но он хотя бы... В смысле не показывает? У него мышцы есть. Чем ниже на лице IQ, тем больше мышц, так прежде убирает Оксана. Пока, Оксана, ты полностью не спалилась, перейдем к следующему. Кстати, между прочим, эти звуки мы записываем. И потом продаем на Порнхаб, нам платят неплохие деньги. В кино, наконец-то, в прокате появился мультипрофикационный фильм под названием «Плюшевый монстр». Серьезно? Да. Это тот фильм, о котором ты мечтала? Я хочу сходить. На Плюшевого монстра? Да. Почему? Не знаю, люблю мультики всякие смотреть. Оксанка, ты... Только мужики не водят на мультики обычно. А на что тебе водят мужчины? Ну, на обычные всякие фильмы, там, какие-нибудь сопливые. Последний фильм, на который тебя водил мужчина? Небось, «Титаник» был? Рома, я еще тогда не родилась. А можно меня вот наезд на лицо вот такой? А давай я намекну? Давай. Если вы симпатичный мужчина, то можете меня пригласить на этот мультик. Зная Оксану, Оксана хочет сходить на Плюшевого монстра с монстром реальным. Да. Спасибо. Это была Оксана Стяжкина. Это была рубрика «Выбор редакции». Ну, а закончим программу «Днем рождения». Не нашим, а Кировского клуба ветеранов. Ведь ему стукнуло 32 года. И, как утверждают ветераны, хе-хе, это еще только рассвет. Оксана Стяжкина побывала на этом празднике. Даже немножечко пританцовывала там и подпевала. Сегодня у нас большой праздник. Все нарядные, красивые, потому что мы отмечаем 32-летие клуба «Ветеранов». Я молодой сюда пришел. Какой? Скажу в ответ. Мне было всего лишь 70 лет. Здесь я учился петь, стихи читать и пробовал лесгинку танцевать. Есть у нас почитатели, есть слушатели, которым мы нравимся. А вот что бы вы сказали молодежи, которые сейчас на вас смотрят и потом совсем скоро тоже вступят в клуб ветеранов? Берите, например, с нас. То поет, то дольше живет. Выезжает на столах, как добрый молодец подружкой. То есть в 50, как мне стукнет, я могу к вам прийти? Да, конечно. Сейчас пока еще рано, да? Ну, примерно 55 лет нормально. И до скольки? Ну, и пока ходите, значит, можно приходить сюда в клуб ветеранов. Кому-то можно выпить за здравие клуба. Клуба, да. Будете ли сегодня выпивать за здравие клуба? Не буду. С этим делом надо завязывать. Когда исполняется 32 года? Как вы считаете, серьезная эта дата или так еще себе юная? Это еще только начало пути. 33 это еще какие-то годы уже, так сказать. А 32 это еще молодые? 32 это еще не что. Молодость? Конечно. От доброй и щедрой прекрасной души Игрушки затейны и хороши С днем рождения, любимый клуб! И передаем привет нашему первому директору Лидии Васильевны Марченко. Привет! Ура! Оксана Стяжкина специально для программы «Вятка Тодей». И на сегодня это все, что мы для вас приготовили. Если у вас есть интересные новости, присылайте их в нашу редакцию. Наш адрес «Вятка Тодей» собакамейл.ру А увидимся мы уже на следующей неделе. В студии был Роман Корнеев. Пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова